Пожалуй, каждый покупатель ловил себя на странном ощущении, когда, взяв с полки в магазине килограммовую пачку гречки или вроде бы привычную литровую бутылку молока, вдруг замечал, что содержимого в них стало явно меньше. Похоже, что это заметили и в правоохранительных органах. В итоге в России производителям запретили самовольно уменьшать упаковку продуктов. Изменения в ГОСТ добилась Генеральная прокуратура. А что лежит сегодня на полках в тверских магазинах, посмотрела наша съемочная группа. С явлением, когда цена на товар оставалась прежней, а объем упаковки менялся в сторону уменьшения, покупатели столкнулись после экономического кризиса 2008 года. А уже к 2020 году на такие уловки шла значительная часть компаний. Многие тверичане замечали такие уловки и, конечно, старались не покупать товар с уменьшенной тарой. Обман. Конечно, я всегда обращаю внимание. Риск, да, только килограмм. Там, где килограмм, я покупаю. А если меньше, то прохожу мимо. Обращаю внимание. Если меньше, берете или все-таки нет? Ну, стараемся. Ну, как возможность есть такая. Литр и 900 грамм – большая разница. Или даже 870, они иногда пишут. Конечно. А цена-то, наверное, за литр стоит. Обращаем, обращаем внимание. В связи с этим, 24 октября по инициативе Генпрокуратуры России в ГОСТ были внесены изменения, установившие единые требования к фасовке социально значимых товаров. Теперь производители сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая, подсолнечного и сливочного масла, вермишели и других продуктов должны использовать фиксированные значения количества товара при желании соответствовать ГОСТу. Например, гречневая крупа теперь подлежит фасовке только 500, 1000 и 2000 грамм. Молоко же 200, 250, 500, 1000 и 2000 миллилитров. Посмотрим на полки в магазине. Берем первую упаковку гречневой крупы, смотрим. 900 грамм уже под ГОСТ не подходит. В противном случае завод не имеет права маркировать свои продукты знаком ГОСТ. В надзорном ведомстве отметили, что введению новых требований будут содействовать Минпромторг и Минсельхоз. Соблюдение новых правил фасовки будет контролироваться также органами прокуратуры.